Концертов меньше, билеты дороже. Госдума в первом чтении приняла закон, по которому все, кто хочет выступать в нашей стране, должны стать участниками самостоятельной организации. Плата за это 150 тысяч рублей в год. Будут ли красноярцы голодать по искусству, разбирался Денис Денисов. Это было гастрольное удостоверение, которое выдавалось тому или иному коллективу на проведение тех или иных гастролей. Но это выдавало государство. Это было государственное регулирование, не подразумевающее под собой какие-то оплаты за это гастрольное удостоверение. Так было в Советском Союзе и примерно так же хотят сделать в наши дни. Если исполнитель не проходит цент в СРО, то он не выступает по стране. При этом каждый исполнитель должен ежегодно заплатить 150 тысяч рублей. А значит эти деньги нужно включать в стоимость билета. По мнению Александра Милкумяна, директора концертного агентства, проиграет в первую очередь зритель. Люди не будут покупать билеты, потому что это будет дорого. Дальше будут загибаться компании. Значит можно сделать вывод, что СРО, которое хотят сделать в Москве, призвано для того, чтобы и так задушить до конца региональных промоутеров, концертных агентств иже, иже, иже. И если этот закон окончательно примут без поправок, то карьера закончится и для сотен коллективов, работающих на узкую аудиторию. У них просто нет таких денег. По идее, это должно оградить зрителей от некачественных артистов. Но Андрей Сковородников-Эрлих говорит, исполнители просто станут нарушать и искать пути обхода. Лучший цензор в концертном бизнесе – это рубль потребителя. Есть множество законов и против мошенничества, и регулирующие там общественные мероприятия различные. Их достаточно для того, чтобы все работало. Работают десятки лет. И если все-таки эта система сможет заработать в виде тотального контроля каким-то чудом, это просто повлечет сокращение количества концертов, увеличение затрат, и зрителей больше не появится. Просто зрители получат меньший выбор. Однако для организаторов, работающих на бюджетные деньги, этот закон может принести пользу. Оркестр или музыкант, не дотягивающий до определенного уровня, не сможет диктовать права прокатчикам, ссылаясь на всевозможные квоты и обязательства бюджетных учреждений. И агентство, в свою очередь, сможет сконцентрировать свой бизнес на качественных концертах. Не высоко профессиональные музыканты стали гастролировать и работать в оркестрах, коллективах, а именно такие, скажем, полупрофессионалы. Существуют институты искусств, консерватории с огромной историей, и вдруг как бы на подмену им пришли университеты со своими музыкальными факультетами. Все это привело именно к разряженности профессионального искусства. Закон пока принят только в первом чтении и, по мнению экспертов, нуждается в серьезных поправках. Иначе духовная пища для россиян станет слишком дорогим деликатесом.